Удары тоже. Сильнее и сильнее становится противостояние между соперниками. Жара. Один удар здесь уже может, в принципе, решить исход боя. Соперники у Василий Ануфриев, который представляет, опять-таки, топ-тим, о котором мы сегодня говорили. Небольшую, но гордую команду из Минска. Ну, как бы я здесь выделил бы все равно. Евгения выделил фаворитом в этом бою. Ну, да. Евгений Кацер, с моей точки зрения, тоже фаворит. Росту этого парня 182 сантиметра, 29 лет. Статистика 5 выигрышей или побед и ноль. Поражение сухая статистика, да? Молодец, да. Ну, я также отмечу то, что Евгений всегда выходит заряженный на нокаут. Выходит, работает четко, в каждый удар вкладывается каждый удар. А вот, не знаю, вспомнишь-то, нет, вот его бой против украинца Александра Михайлина, когда он технический нокаут там, ну, то есть он уложил соперника. И явно парень будет работать на нокаут, как раз таки скажу, да? То есть, вспомнишь, что в 2017 году он выиграл у Аргена Кадыбаева с обмишенным опять-таки рычаг локтя, да? И его победы на М1 в Голорусе были довольно уверенными. Выиграл он у Ильи Мартисюка, у Юрия Шерстюка и Ильи, чтобы я вспомнил фамилию, по-моему, Гамелюка. Профессионал он с 2011 года, уже давно. Ну, парень работает на нокаут, скажем так, я говорю, работаю на результат, досрочный результат. А вот насколько это оправдано, работа на результат? Может быть, стоило бы немного рассчитать силы на весь бой, на все раунды? Почему? Объясню. Потому что когда-нибудь тебе попадется соперник, который затащит тебя и в третий раунд, или если ты в титуль на бою, и в пятый раунд? Непосредственно, потому что это тоже здесь играет большую роль психология. Я раньше тоже был более, ну, как и сейчас, мы меня тренировали всегда на нокаут. Выходить и сразу с первого раунда пытаться нокаутировать. Но с возрастом, с опытом появлялись соперники более мощные, более опытные, которые умели держать удар. Их было уже тяжелее нокаутировать. И поэтому приходилось драться и пятый, и седьмой, и десятый раунд у меня было. Не рассчитывать свои силы. Это в кибонсинге, да. Так же и в боях, да. В первой раунде может не закончиться, а в будущем и второй, и третий, и четвертый раунд. Поэтому здесь, по-своему, нужно настраиваться на весь бой. Его соперник Ануфриев Василий, Республика Беларусь, 24 года, тоже молодой парень. 50-50 у этого парня. Одна победа, одно поражение. Рост практически одинаковый, 178 сантиметров. Антропометрия похожая. Я бы не сказал, что с виду у парней разная антропометрия. Как раз таки похожая. Но является он здесь в данном бою претендентом. Топовый боец из топ-тим полусреднего веса. Дебютировал он как раз таки в Молдове. Для тех, кто не знает, не помнит, не интересуется. Расскажу немного про его турнир «Иглз», в котором он участвовал. Подписал он там контракт на шесть боев. Но, к сожалению, на «Иглз» он проиграл румыну-христиану-котею, единогласным решением судей. Сейчас у него как раз таки хороший шанс закрыть топ-поражение, а квитаться на родине. Насколько это у него получится, мы сейчас посмотрим. Все его рука. Все его рука. Но, скажем так, Евгений – это не подарок. Поэтому Евгений будет работать сразу первым номером, раздергивать и пытаться упасть. Опять-таки ты ставишь на то, что бой не продлится до конца и закончится, возможно, первым раундом. Если можно так сказать, моя ставка – это середина конец первого раунда. Я тоже так думаю, если честно, потому что все-таки силы показывают и опыт показывает на то, что Евгений Кацер – это тот самый панчер, который сегодня лаки-панч свой флорит. Но, опять же, я не хотел забивать про тот же лаки-панч, который может… Ну, про Василий Ануфриво. Да. Шальной удар. Шальной удар. Именно так и есть. Неизвестно, что зовут Евгений Танцкий Василий. Может, он где-то тренировался, боролся, радыскался в борьбе, стащит Евгения в партер на счет богатской фишки. Сейчас посмотрим, все увидим в свои глаза. Светлана Басилий – самбист. Он представляет как раз-таки школу и боевого самбо, и тайского бокса. И является неоднократным победителем и призером республиканских турниров по боксу, тайскому боксу. В ММА из 2014 года. Кандидат в мастер спорта. Как раз-таки твой коллега – кандидат в мастер спорта по тайскому боксу. Видимый флаг топ-тиму. Боец из Беларуси, ему 29 лет. Его профессиональный рекорд идеальный. Пять боев, пять побед. Представляет Академию ММА город Минск. Мастер спорта по волной борьбе рукопашному бою и панкратиону. Неоднократный чемпион Республики Беларусь по рукопашному бою и панкратиону – Евгений Кацер! Ты спарринговал когда-нибудь с Евгением Кацером? Можешь какие-то его особенности отметить, кроме того, что он панчер? Нет, ни разу мы не спарринговали, потому что он легче весом. Я, в основном, самый легкий вес, который мне старался спарринговать – это 90-90 килограмм. Потому что далее ниже весом, как бы, ну, опасно, немножко опасно себя. Везде поотрабатывать, что да, но именно сам спарринг челевата последствия. Травмы. Да, травмы, тяжелые удары, поэтому как бы стараюсь не особо. Ануфриев! Василий Ануфриев – претендент, топ-тим Беларусь. Анафриев – претендент, топ-тим Беларусь. Анафриев – претендент, топ-тим Беларусь. И изучать все ошибки и двигаться дальше. Ну, то есть самоопичеванием не надо заниматься. Правда, ты аналитикой. Только усугубляет положение. Что я сделал так, что я сделал не так. Я сделал удар справа, я нужен был левой. Нужно делать выводы и двигаться вперед дальше. А тебе помогал твой тренер, либо кто тебе помогал? Все бы немножко. И тренер, и менеджер, и жена. Все помогали. А насколько важно делать вот эти передышки, может быть, в карьере, чтобы делать правильные выводы? Либо, ну, иногда, знаешь, бойцы проводят по три боя за год. То есть много. Они выматываются физически, да? За каждого это идеально. Размен сейчас был неплохой. Размен хороший. Внимание на октагон. Прицеливает, прицеливает, выцеливает свой удар. Как раз-таки Евгений. Тот самый Lucky Punch. И стандартно он так немножко двигается. Видим, что Василий поджимает, поджимает. И, мне кажется, Василий будет пытаться затащить Евгения в кофера в партер. Это его шанс. Я согласен. Потому что в стойке, в стойке очень тяжело будет Василию с Евгением. Против такого панчера, как Евгений, да. Я с тобой в этом соглашусь. И... Но, опять же, видим, что активно, активно работает Василий. И пытается раздергивать. Что-то сейчас... Какая-то будет атака с его стороны. Либо вход, либо тэкдаун. Попытка, либо удар. Такое, немножко движение Troy Jones. У Каттера, замечаешь, да? Вот так вот он раздергивает. Идет восьмерочки. Работа ног. Как говорят в Америке, футворк. Ну, вот, Евгений работает более по школе. По школе. Рука-нога. Это тайская школа. Чувствуется. Чувствуется. Да, чувствуется. Попытка входа. А вот и проход. Хороший движение. Хороший. Среагировал Василий, но не хватает яички удержать. Евгения на месте. Ну, теперь нужно принимать бой в партере. Как Василий... Вот... Евгей, простите. Как Евгений в партере? Поговорим про панчеров в партере. Какие у него шансы? Как ты думаешь? Ну... Во-первых, плюс его... Плюс... Евгений это хорошая физика. Функционал. Хороший функционал. Я знаю, что Евгений много работает над функционалом. И... По нему не так просто можно встать, выйти. Очень мощно. Смотри, как грамотно пытается зайти в положение север-юг, да? Да. Сейчас будет пытаться зажать. Поддушить. Треугольник. Хороший захват. Плотный. Взял шею. Душение. Что же будет дальше? Поднимает он своего соперника. Да, все. Сдача. И смотри, выиграл. Выиграл Василий. Проанализируй. Почему? Как? Что? Я думаю, опять же, что... Это опыт. Опыт Евгения. И хорошая физическая кача данная. Хороший захват. Опять же... Василий Тируйца в своем клубе. Евгений Тируйца в Академии. А в Академии собраны лучшие бойцы Беларуси. Лучшая команда. Как бы не хочу обидеться этим... Остальные, да. Другие клубы стали, но... Как бы уже в этом деле не первый год. И знаю, что в Академии Тируйца на данный момент сильнейшие тренируются. А это важно. Тренироваться как раз таки сильнейшими, потому что... Непосредственно. Постоянные сплавники. Постоянная работа. Ведется хороший тренерский подобран штаб. Тренировка. Более, билее, билее. Постоянная работа. Регитарной. Тренировки. Которые приведут бойцов в гран-при сегодняшнего соревнования. А четверка участников, претендентов на это гран-при выглядит так. Владислав Ковалев, Роман Рожков, Владимир Яновский против Арсения Фоменкова. Бои в полутяжелом весе и вот как раз таки потом гран-при, это такой некий сюрприз, интрига. Вот из этих четырех парней, кто, как ты думаешь, выйдет в гран-при и какую пару из четырех парней мы увидим? Ковалев, Рожков, Яновский и Арсений Фоменков. Ну я думаю, что я бы тут Яновский более такой самый, я бы его не говорил Яновского. Самый опыт. Как говорится, самого опытного, самого мощного. То есть, он будет один из. Не, один из, но как бы остальные три бойца, они тоже, скажем так, имеют определенный опыт в выступлении. ...при весе до 84 кг. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok